Книга «Открытым оком», вопрос 37, тема «Обращение ко Христу». «Можно ли было крещение Руси провести мирным путем, а не так, как это сделал князь Владимир? Или, может быть, при переходе от язычества в христианство и необходим был насильственный метод?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Никакого обращения ко Христу рождения свыше, ясно, у князя Владимира не было. Может быть, никогда, особенно в момент крещения. Он пришел, захватил корсунь. Молодые братья-императоры, испуганные и запертые в столичном городе, откупаются сестрой, но ставят ему условия, пока не крестишься и не отдадим. В дальнейшем вся история Руси будет состоять именно из таких контрибуций. Из смешанных браков – это весь паразелитизм православных и старообрядцев. Срочно крестили Владимира, неоглашенного, и сделали номинальным христианином. Практику давления мечом он применяет и на родине. Объявляет общий сход своих сограждан и рабов, а также и языческого жречества. И очень доходчиво начинает им проповедовать. Вся его проповедь состояла ровно из шести слов. «Кто не будет креститься, тот не не друг». А если не друг, то кто? Какую принять позу, чтобы слова его имели весомость? Он мог легко позаимствовать от сына императора Константина Констанция, который, войдя в зал заседания собора православных епископов и, положив на правую руку нафе с меча, сказал «Собор – это я». Православным епископам как раз это и нужно было, ибо император был православным, и еретики обратились к истине. Точно так же и князь Владимир говорил это, опираясь на меч. И на иконах крещения Руси он изображается в окружении могучих богатырей-силохранителей с мечами в руках, и вниз по Днепру поплыли деревянные перуны. Но уже на следующий день, выловленные из реки, они удостоились чести, и у них просили прощения за ненесенные им оскорбления. В нашей книге к истинному православию, в главе «К истинному крещению» пространно описывается, что такое крещение. Мы получили от Византии пышное и красочное богослужение, поразившее воображение послов-язычников князя Владимира, не понимавших ни слова из того, что слышали их уши, но они были как на небе.